Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. А начинаем мы его с чего? С вкусняшки. Блинный торт. Рассказываю. Блины делаем обычные, тонкие. Я думаю, каждый из вас умеет. Я всегда все сыплю на глаз, поэтому даже рецепт дать не могу. На большой сковороде. Здесь их уже не знаю, штук 15, наверное, точно. Крем. Вареная сгущенка. Полторы пачки у меня. Ну, получается грамм 400. Ну, хватило бы и одной. Просто я сначала смазывала толсто, потом начала смазывать тонко. И пачка масла сливочного. Масло кладем из холодильника на стол. Оно становится мягким, перемешиваем со сгущенкой, получается крем. Здесь у меня стоит клубника. Замороженная была. Опять утонула в воде. Сок дала. Я буду сверху украшать. А еще Ксюша, это Ксюшина идея. Она потолкала печенье. Будем сверху посыпать. И клубника у меня посередине. Один слой клубники. Порезали ее мелко. И один слой клубники у меня посередине. Блины обычные, тонкие. Как бы, да, в этом ничего такого нет. На сухой сковороде жарила. Вот такие вот огромные. Сейчас у меня осталось два слоя. Потом верхний слой тоже смажу. Украшу клубникой. И посыплю вот этой вот крошкой, которую сделала Ксюша. Смазываю, кстати, лопаточкой вот этой фаберликовской. Она для этих целей прям подходит как нельзя лучше. Тоже последний слой. И хотел сказать, что блины мы собираем с вами холодными в торт. Потому что у нас начинка со сливочным маслом. Иначе она вся потечет. Поэтому сначала каждый блинчик остужаем. И потом уже его собираем в тортик. Ну, в общем, как-то так. Если вы готовите торт для гостей, его можно эстетично еще вот так по краям обрезать, когда вы его собрали. Лучше всего это получится ножом для пиццы, таким круглым, да? Чтобы у нас с вами сбоку был виден каждый срез и так далее. Это было очень красиво и здорово. И тоже промазать по бокам можно. Но так как мы делаем для себя, мы этого делать, естественно, не будем. Потому что мы и так знаем, что это безумно вкусно. Зачем мы будем обрезать? Ну, правильно, девчонки? В общем, вот такая вот красота получилась. Такой вот он высоты. И теперь квест. Поставить в холодильник его на пару часов. Поставить в холодильник и два часа слушать вопли Ксюши, что мама, я хочу торт. Поэтому ставим его в холодильник. Вообще можно в морозилку на 20 минут. У нас вся морозилка забита. Сейчас попробую, конечно, если впихну, то минут 20 в морозилке достаточно, чтобы крем схватился. Да? Так на пару часиков в холодильник можно на ночь делать такой тортик. Вот такой у нас получился торт. В морозилке 10 минут, но этого ему мало. Крем еще жидкий. Надо по-хорошему подольше, но Ксюша уже терпеть не может, поэтому будем есть. Это безумно вкусно. Так он выглядит в разрезе. Видите, крем еще течет. Вот когда он застынет, будет гораздо лучше. Ну, а так все равно вкусно невозможно. Солнце светит прямо в глаз. Погода сегодня такая солнечная, тепло. У нас хоть немножко подстаивает снег. Потому что если... Ну, как немножко? Уже третий день. Лужи кругом, пипец. Ну, я вам показывала, сколько у нас снега. Если это все резко сойдет, поплывет весь город. Но я смотрела уже у нас в местной группе в инстаграм по городу. Некоторые улицы плывут, да. Куда мы едем? Еду сейчас за заказом фуберлик и стричься. И стричься. Кстати, цвет волос. Я вам сейчас как раз на солнце покажу краска, чтобы вы понимали. Вот он у меня у корней немножко с коричневым отливом таким вот, да. Он так в целом не видно. А по длине есть такой пепельно-сиреневый оттенок, что ли. Надеюсь, хорошо камера передает. И в тени при естественном освещении, да. Вот видите, как смотрится очень красиво, да, такой холодный. Мне безумно нравится этот цвет. Слушайте, я прям в диком восторге. Леночка, если твое имя не коверкаю все видео, да, и ты действительно, Леночка, тебе прям огромное спасибо. Голову еще не мыла после покраски. Сегодня вот Катюшка мне помоет, да. Посмотрим. А так вот, вот тенечек опять куда-нибудь спрятаться. Не хочет. Куда мне спрятаться? Девчонки. В общем, цвет классный, обалденный. И я, получается, осветлилась немножко. То есть он стал светлее, чем был. Хотя мы с вами девятку вроде подразбавили, да. Ну, классно. Мне очень нравится цвет. Вообще. Я прям тащусь. Едем стричься. А вот и после. Я, короче, в восторге. В диком. Это называется, когда попал. Как вам снять, чтобы вам видно было? К хорошему мастеру. Вот, девчонки. Все, как я хотела. Вот как выглядит сзади. Красота. И спереди. И цвет волос заодно при хорошем освещении. Супер. Девчонки, ну, сказать, что я счастлива, ничего не сказать. Нарадуюсь. Все, я поехала домой. К своим детям. И снимать вам заказ в Фаберли. Коробки уже сзади лежат. И заказ в Фаберли как раз будет первым видео, где вы увидите эту мою шикарную, обалденную стрижку. Даже шапку надевать не стала, чтобы не повнять. Слушайте, вообще, это просто сказка. С этим цветом еще. Ой, я счастлива. Девчонки, я готова встречать весну и свой день рождения, и день святого Валентина. Все. Идем в магнит-косметик. И в магнит. За нашим любимым средством ГРАС. Я тут взялась чистить все кастрюли, сковородки, вообще все на свете. Тарелки и так далее. И у меня кончилось. Собираться перед сосудом вальцем. Ноль градусов. Все тает. Кругом вода все вальцем. Это я макияж сегодня вам снимала в Фуберлике, да, новые тени. Это такая вот красивая ида. Вы просили показать Ксюшку. Шапку это написала мне. Отдай ребенку шапку. Ну, с юмором я все понимаю. Отдала, конечно. Хотя мне тоже она классно. С подворотом. Это вот, которая из сайта Юмекс, да. С подворотом. Без подворота тоже здорово. Она смотрится, когда так, когда так одеваем. Вот. Так что мы поехали в магнит. Прогуляемся, пройдемся. У нас все тает. Сосульки еще некоторые висят. Хотя три дня уже. Да, и дороги хоть более-менее, наконец, прочищены. Сейчас с подъезда не могла просто вот выехать. Потому что вот здесь было представление. Немножко снег подставила. В некоторых местах прям лужи непроходные. Ну, хмуро у нас сегодня. Прям хмуро так, конечно. Но гулять надо, да? Покажу вам, что буду мужу дарить на 14 февраля. Не знаю, когда этот лук выйдет. Раньше 14 были позже. Но, может, вам идея понравится. Вы на 23 своим подарите. В общем, я сказала на Вайлберис бум коробку. Я покажу. Он пойдет в ночь у нас, когда работать. Мы с Ксюшей вот как раз в воскресенье. В понедельник у нас 14 февраля. Мы в воскресенье будем все упаковывать. В общем, там коробка, в которую ты кладешь в подарок. И там есть в наборе конфетти и резинка. В общем, упаковываешь все. Высыпаешь там в конфетти в определенный отсек. Резинку эту надеваешь специальным образом. Я пока не знаю, как. Я просто видеоинструкцию смотрела пока на Вайлберис. Вот. И они там разные есть тематические эти коробки. Не помню сколько. 200 чем-то рублей, по-моему. На зоне они дороже, на Вайлберис подешевле. Почему на Ксюшке не буду? Почему будешь? В школе же буду. Ну, когда ты придешь, вместе поздравим. Если в школе будешь, ничего страшного. Может, еще продлят дистанционку. Вот. И туда мы положим с Ксюшей футболку. Я вам показываю Юмекс, вот эту спецназ ГРУМ. И я заказала ему зажигалку электрическую. За 600 чем-то рублей нашла. Красивая очень. Ну, была. Сегодня будем ее забирать. Я, в общем, еще вам покажу, как мы это все делать будем. Зажигалка электрическая, которая заряжается от USB. Вот. И футболку туда положим. Ну, так, чисто символически и прикольно. Чтобы ему это все... Когда коробку человек открывает, да, вот это все конфетти, оно летит человеку в лицо. В общем, прикольно. Но я так поняла, там конфетти мало. Мы, если что, из цветной бумаги еще повырезаем, чтобы его было много. Чтобы прям было вау. Я говорила, вода, вода, кругом вода. Не знаю, как мне сейчас здесь пройти и не промокнуть. Доставала телефон, не успела снять на рябине снегирей. Я не видела снегирей несколько лет уже. Просто несколько лет. И тут три штучки сидели, Ксюша заметила, синячки говорит. Снегирей красные, грудки, блин, хороши вообще. Несколько лет я их не видела. Не успели снять. На Вайлберс диспенсер для мыла. Вайлберс, как же, упаковывают, видите, вот упаковка прям выреждена. Надеюсь, он не для мыла, а для моющего средства. Красивый. Там были подешевле пластиковые, это 280 рублей. И он покрасивее. Ну, вы поняли, да, систему? Я раньше, когда смотрелась на Алиэкспресс, они стоили, когда появились бешеных денег. А сейчас они уже подешевле. В общем, наливаем сюда средства для мытья посуды. Сверху кладется губка, вот так должно нажиматься. И оно попадает сразу на губку. Вот, для инструкции. Ага, я вам дома в деле тогда покажу. Вот такие всегда для унитаза уже подорожали. Были по 293, аж 234 штуки. Беру, потому что это в любом случае всегда выгоднее. Выгоднее, чем две, и тем более, чем одну брать. Вот он и Азелит. Мой любимый антижир, который справляется со всем-всем-всем. Ну, кроме моего пятна на ванной. С ним не справляется ничего, по 159 рублей. А вот антиналет подходит для акриловых лан по скидке. А чей-то от налета ржавчина не повреждает. Я не брала, девчонки, кто брал антиналет? Как, если сравнивать с антижиром? Мощнее, нет? Я не брала, поэтому экспериментируют. Не вот, это у меня все очищает, поэтому беру его. Короче, на всякий случай. Я теперь не дожидаюсь за 40, для профилактики заливаю. 49 рублей маленький. Батирот, который, мне кажется, нифига не работает. Вообще бешеных денег стоит. Ксюшка тут все о коте думает. Указку, которых у нас уже не было. Слушай, на батарейке нужно пальчиковую еще. Да. Мышку хотел. Мышку он загонит, и Крестюшка ее потом будет есть. Все волосатую и грязную. Не надо. А вот еще такую можно. Это тоже ерунда. Там кисточка отрывается сразу. Мы с тобой уже таких 100 штук убрали. Так, корма у нас теперь фуберлик. Мимо кормов проходим. Хотя тут всегда самая дешевая. Здесь 300, 500 грамм. Маска моя любимая появилась. Девчонки. Агафья освежающая. Сейчас 89 рублей. Ее так быстро разбирают. Она пропадает, поэтому беру две. Моя любимая маска. За копейки. Вот эти так, ну вот, ну как бы, ну нормальные. Ну вот это я прям обожаю. Она покалывает, она свежая, действительно румянец. Вообще прям супер. Моил, просто труба. Да такими хлопьями здоровыми. Крестюшка там все развлечения придумывает. Играется маленькая. То, говорит, все, по магазинам, да по магазинам ходим. А я хочу играться. Снега стало поменьше на нашей детской площадке. Но все равно его пипец как много, смотрите, от асфальта. Ну метр почти. Смотрите, какая у нас тут пещера. Добработница нужна, то снег не достроится так. Да и домработница нужна. Чтобы дверь построить. Ксюша называет это игла. Пойду играть в иглу. Это трактор с дороги сюда накидывал, накидывал снег. А здесь и так низко. И ребята какие-то начали воровать. И в общем, да, наши девчонки потом тоже. Но залезь в иглу. Покажи масштабы ее. В иглу свою. Такая игла. Ксюша делает дверь. Залезь туда-то. Залезь в иглу. Это она еще подтаяла. Такая высокая. Можно, конечно, ее можно и расширить. Но не такой, конечно, лопатой. Потому что снег уже лежит давно. Эта игла уже у нас месяц точно. Вставайте, дамочка. Нужно ей добрый работец. Ты дверь строишь, что ли? Да. Но дверь тут, конечно, построить и снега. Это тот еще случай. Поэтому нужны мне работники здесь, чтобы белый снег приносили. А я белый снег вот так до горы вытащила. Да вот этой. Обалдеть у тебя замысла. Яша Фиберлик, кстати, пока на месте. С учетом того, какой сейчас был снегопад. Просто снегопад. Он пока на месте. Но я еще вечером. В конце дня. Вот за фандом. Что там с тобой случилось, Пупс? Ты что, завалился? Ну ладно, вот велика беда. В общем, я еще вечером в конце дня посмотрю. Не отвалится. Просто интересно. Тени такие спорные. Красивая челка легла после шапки. Так нарочно не уложишься. Сейчас будем с вами дозатора для моющего средства пробовать. На эту систему, я думала, вот эта штука белая снимается. А нет. Вот эта штука откручивается. Снялась. И вот эта штука. И через эту дырочку мы должны с вами наливать. Не очень удобно, скажем так. Но ладно. Другие, которые подешевле, они от 100 рублей были на Вайлберис. На зоне дороже. На зоне вот такие стоят по 400 рублей. Я за 280 на Вайлберис купила. Они, то есть, целиком пластик тонкий. Вот такой вот прозрачный. Дальше маленькая крышечка. Это пластик плотный, добротный. Как бы, ну, хороший, красивенький. Так, сейчас будем пробовать наливать. Девчонки, мне, конечно, неудобно. И снимать, и наливать. Боюсь пролить. Не, нормально льется. Правда, не вижу, сколько еще пойдет через. Ну-ка. Гляданем, сколько я налила. А, ну, наверное, хватит долить остатки. Я надеюсь, чтобы мне уже в пустые баночки отправить вот эту штуку. Так. И смотрится красиво, какого цвета нальете, да? Теперь будем подбирать моющее средство по цвету, чтобы смотрелось красиво, да? Так, доливайся, доливайся, доливайся. Все, долилось. Так. Теперь у нас вот эта штука, помпа. Такая вот крышечка. Ага, вот, закрутилась. И вот эта штука. Она такая неровная. Вперед наклоненная, что ли. Да? Вот такая вот. Вот такая. Правильно я ее вставила? Вроде правильно. Так, сейчас будем пробовать. Вставила сюда вот так это смотрится. Так, где наша губка? Наша губка. И вот эта помещается, квадратная поместится. Сейчас. Так, теперь мы с вами нажимаем. Выходит, да, вот, видите, все здорово. Посуду помыли, губку промыли, положили ее сюда. И у нас получается, ну, вода с губки или еще что-то будет стекать вот в эту штуку. То есть периодически ее можно промывать. Вот все, средство здесь, помпа работает. Все отлично. Девчонки, мне очень нравится. Смотрится эстетично, красиво и стильненько прям. Я в восторге. Слушайте, кому ссылку надо, скину. Пишите. Оп, все, вот оно средство на губочке. Уже мы руками не касаемся. И ребенку удобно, да, Ксюшинца? Да. Попробуй, почему нет-то. Нажимай, нажимай. Чпок, все. Да, и все, и можешь посуду. Все отлично. Я очень довольно давно такую штуку хотела. Я говорю, но когда они появились, прям цены были на них бешеные. Если что, наверное, артикул этого изделия. Завтра пойду на ногти, девчонки. Уже отросли, мрак. Так, это, наверное, уже будет другой влог, скорее всего. Да, это был артикул, судя по всему. Я плохо разбираюсь, но, наверное, это был артикул. Если что, можете вот по артикулу. Ну что, девчонки, по макияжу. Вот Крестюшкина песня. Проснулся в хорошем стрессе, сидит, качается, поет сама себе. Ну, в складку, конечно, собралось, но, вы знаете, не критично. То есть, нету прям таких кусков. Сейчас уже почти восемь вечера с утра макияж ее делать. Смотрите сами. То есть, в принципе, в целом... Певица моя маленькая. Да. В целом, очень достойная, я хочу сказать. Этот глаз у меня на улице слезился. Здесь как-то не... Вот тут я подстирала рукой. А так, вот. Я в снег гуляла. Что нам снег, что нам зной, да? Что нам дождик проявленный. Подводка вообще на месте никуда не девалась. Ну, и тени на месте, все на месте, все нормально, все отлично. Тональник. Ну, я его совсем тонко наносила, да, кушоном. Поэтому по нему даже говорить не знаю, ничего не буду. Спорный какой-то продукт, на самом деле. Я такой бы не взяла бы, если бы знала, какой он. А тени, да, вот влажным способом сидят, как у литвы, как бы все нормально. Дальше в следующих логах буду обязательно вам показывать другие оттенки. Ну, вот этих шиммерных, потому что с матовыми все понятно. Да? Ну, все, мои хорошие, на этом влог буду заканчивать. Если вам было интересно слушать, как Листюшка поет, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.